Всё грузится, и я всех жду, потому что мне все написали, что не грузится. Я уже вижу, что начали все присоединяться. Мне очень жаль, неужели всё, то, что я говорила про носогубку, никто ничего не услышал, мне надо повторять сначала. Так неохота, честно говоря. Ну, ладно, поехали. Работаем, да, работаем с лицом. Я представляться не буду. Нет, я думаю, что ко мне пришли подписчики. Поехали, убираем носогубку. Начинаем опять с верхней части. Верхняя часть. Мне просто грустно от того, что не приходится сейчас повторять одно и то же. Ладно, носогубка образуется, она состоит из нескольких частей. Вот круговая мышца рта, и сюда вплетается очень-очень-очень много мышц, и даже сухожилие здесь вплетается. И, к сожалению, да, звука тоже не было. Ну, вообще, говорю, так обидно. Ну, ладно, поехали сначала. Так я же, вы просто понимаете, я же там рассказывала, рассказывала. Вот, ну, ладно, поехали. Что уж делать. Сделали букву О. Ну, то есть, вот, круговая мышца рта. В нее вплетаются разные-разные мышцы. И так как они вплетаются, здесь такое получается скрепление. Крепление, естественно, когда мы двигаемся, вот эти вот заломы здесь появляются. Как сделать, чтобы они появлялись поменьше, и чтобы носогубка так не формировалась? Ну, начнем с того, что носогубка на самом деле достаточно физиологичная, и лицо с носогубкой, смотря какая носогубка, смотрится достаточно эстетично и красиво. Когда, вот, знаете, там филеры просто накалывают для того, чтобы лицо сделать вот всем гладким-гладким-гладким идеально, оно смотрится неестественным, потому что мы на самом деле не куклы. И когда лицо двигается, оно должно двигаться, у нас должно вот здесь вот все шевелиться, вот это вот, и ничего страшного в этом нету. Главное, чтобы не было каких-то там явных нависаний, щечек и явных морщин. Я с этим тоже борюсь на самом деле, естественно, без переживаний. Так что давайте, от чего она образуется? Ну, во-первых, верхняя часть, вот здесь вот образуется запятая, потому что мышца, вот здесь такая хитренькая маленькая мышца есть, которая поднимает ноздри и угол рта. Она маленькая, и вот здесь, привет Екатеринбургу, вот здесь вот вдоль носика находится. И она вот так вот входит в гипертонус, ну потому что вот так вот нос, морщин там недовольные, и она входит в гипертонус и укорачивается, становится здесь коротенькая. И в результате вот здесь вот возле носа такая как бы запятая образуется. И смотрится достаточно несимпатично эта запятая. И более того, из-за того, что вот здесь мышцы вокруг носа пережаты, то лимфа у нас из средней части лица не отходит. Глаза отекают, вот носослезка от этого. Носослезка – это когда глаза не опухшие, привет Азербайджану, когда глаза не отек прям, а запавший синяк. Вот это носослезка. Это тоже всё от того, что вот здесь вот мышцы пережимаются. И нос тоже отекает и становится какой-то неаккуратной формы, потому что лимфочка не может нормально вернуться в кровеносное русло. Лимфа возвращается в кровеносное русло из межклеточных тканей. Да? Из тканей. Из тканей обратно. Межклеточная жидкость я имела в виду. Привет, Львовы. Я сейчас всем привет передаю. Так, ладно, давайте бороться с носогубкой. Смотрите, во-первых, нам надо вот эту мышцу растянуть, вернуть ей нормальную длину. Мы делаем букву О, только делаем нашу классическую букву О. Я её показывала в роликах. Вытягиваем. Привет, привет, Беларусь. Уголки толкаем вперёд, здесь не напрягаем. Если вы будете напрягать, то вы наделаете здесь морщины к себе. Вы должны вообще не делать морщинки, а уголки только вперёд напрягаем, толкаем. И всё, теперь. А здесь, наоборот, как можно длиннее вытягиваем, чтобы носогубка. Вообще не тягло, нормально меня видно. Потому что я на кухню зашла. И начинаем эту часть растягивать. Растягиваем грамотно, кожу не тянем. Смотрите, когда мы делаем любой массаж, у нас не должно быть вот таких широких движений и сминаний. То есть я вот сейчас просто своим лицом жертвую для того, чтобы вам показать, как неправильно. А правильно очень деликательные, деликатные упражнения. Деликательные, это я сейчас читаю, жевательные мышцы болят. Давайте про жевательные сейчас чуть попозже поговорим. Жевательные, это ещё вообще причина носогубки. Привет, Красноярск. Так, вот, смотрите, должны быть. Привет, Азбекистан, сейчас у нас будет бесконечно. Так, давайте. Вот, смотрите, движение должно быть не большого диаметра, а внутрь. И мы перетираем как бы кость ткани. И лимфодренаж. Смотрите, у нас ничего, у нас кожа вообще не двигается. Мы не елозим ничего, ничего не сминается. Вот внутрь, буравчик. И перетираем. И достаточно глубоко и сильно. Прям. И вы даже можете почувствовать, как у вас какая-то жидкость там из носа полила. Это вот как раз лимфочка начинает, там межклеточная жидкость начинает выходить, потому что вы вот здесь вот расслабили. Так, вот, значит, сначала мы расслабляем здесь. И этим вы убираете отечность носа. Нос пробивается дышать легче, да? Он же там же застаивается всё. Этим убирается отечность глаз. Из-за вот этих вот застоев вот здесь вот очень даже глаза отекают. И убирается вот здесь носогубка. Дальше следующее движение мы должны с вами вот здесь, где ноздри вплетаются в ткани лица. Ну, что, ну, в лице в щёчки, да? Ну, хорошо, в щёчки. Вот здесь должно быть мягенькое. А сколько так массировать? Ну, раз пять сделайте. И прям каждый день можно, если это ваша проблема. Ноздри тоже можно каждый день вот здесь размягчать. Вот здесь должно быть мягенькое. Знаете, когда я сама себя первый раз взяла вот здесь, у меня вообще было деревянное. Не бралось. Привет Приморскому краю, да? Вот, смотрите, вот так. У меня просто сейчас солнцезащитный крем на лице. Я детей отвозила в садик и солнцезащитным намазалась. Поэтому сейчас плохо берётся. Но вообще вот так вот вы должны. Вот две. Прям вот здесь вот мягкое-мягкое должно быть. Очень твёрдо, да, должно быть мягкое. Вообще у нас ткани должны все браться, все быть подвижными. И все быть подвижными. И всё легко браться. Сколько ни стараюсь, всё равно отёки под глазами. Здесь же надо комплексно смотреть. Во-первых, здоровье. Мы не исключаем, но со здоровьем мы идём к врачам. Потому что я, как любой физкультурник, не нарушаю протокол своих полномочий. Вот. Это раз. Два. Надо смотреть, что у вас с водно-солевым обменом. За водно-солевой обмен отвечает, во-первых, щитовидка. Там некоторые гормоны. И то, как у вас всё движение идёт, мышцы же как насос работают. Они межклеточную жидкость забирают из ткани и возвращают в кровеносное русло. Насколько у вас пережаты мышцы. Жевательные, височные. Насколько зажата шея. И какие у вас погрешности в диете. Это всё идёт в комплексе. Чтобы не отекать, вы должны над собой постоянно работать. И анализировать. Вот мы это всё прорабатываем. У меня на марафонах. Правда, марафон у меня сегодня последнее занятие с девчонками. Дальше они сами. Потом у нас будет конкурс. А потом марафон я в августе не буду в сети. Я хочу отдохнуть. Вернее, не отдохнуть. У меня запускается важный проект. Оффлайн. И у меня просто не будет сил на онлайн. И поэтому... Что я и делаю. Ну, надо смотреть. Часто зажаты шеи, мышцы. Что делать. Гимнастику. Про марафон. Вот. Что я и делаю. Ну, понимаете, тоже. А бывает склонность просто генетическая. Да, и вы просто там смотрите. Какая подушка. Ведете пищевой дневник. Ну, там. Я вот советую, кстати, на ночь все-таки не есть. Даже после шести не есть. Например, для меня очень важно после шести не есть. Вот. Но когда очень-очень хорошо проработана шея, я скажу, отеки точно уходят. Вот. Это видео где-то сохранится. Я к началу не успела. Я пытаюсь сейчас записать с экрана. В ТикТоке не сохраняются эфиры. Но я пытаюсь записать с экрана. И, может быть, запишутся. И тогда я их, у него заброшен на YouTube свой. Можно избавиться от кисетных морщин. Вот здесь. Вот давайте дальше пойдем. Сейчас мы про носогубку дальше говорим. У нас сейчас, смотрите, уже пошла перебиваться. Вот сейчас мы проговорили про верхнюю. Вот здесь часть носогубки. Давайте следующую часть носогубки. Кисетные морщины я просто пойду, как часть носогубки, нижняя. Нижняя часть. Вот мы же сейчас вот по этой вот идем. По всему диаметру. Диаметру. По всей окружности. Как сказать? Помогите мне. Я вообще сильно заговариваюсь. Так. Ладно. Следующая часть. Вот здесь. От того. Она бывает от двух. Две причины. Здесь находится большая скуловая мышца. Она такая длинненькая и тоненькая. И очень важная. Она может быть от перенапряжения, входить в гипертонус, укорачиваться и вот здесь вот так вот сокращаться. И в результате вот здесь висит вот такая вот носогубка. То есть щечка здесь сокращенная, уголок губы немножко затрон и вот здесь вот видно гипертонус. Это одна причина. А может быть, что она вообще наоборот, а она еще в гипертонус входит, а потом растягивается, перерождается в жировую ткань. И вот здесь вот так вот ткани съезжают сюда и щечки нависают. И еще и глаз вот так вот оттаскивается. В любом случае нам вот эту большую скуловую мышцу, она так вот идет, надо держать в норматонусе и яблочки надо подкачивать. Потому что когда мы подкачиваем яблочки, да, вот эти мои любимые, вот здесь все ткани поднимаются и держится красивый овал лица. Но, внимание, перед тем, как ее подкачать, эту большую скуловую мышцу, мы должны ее расслабить. Потому что с напряженной мышцей мы никогда не работаем. Поэтому мы ее захватили, вот здесь, прям саму мышцу, вот на всей глубине щеки. Вот. Попробуйте улыбнуться. Там вот она двигается. То есть не кожу захватили, а саму мышцу. И так вот ее аккуратненько-аккуратненько размяли. Это у нас из скульптурного массажа. Мы просто ее хорошо-хорошо прорабатываем и возвращаем ей расслабленное состояние. В принципе, можно ее растянуть еще другим способом. Вот так и, то есть, прям изнутри потягиваю. Но я все-таки считаю, что надо как скульптурно, прям проработать хорошо мышцу. А вот после упражнения уже можно вот так. А то есть взяли ее. Хорошо-хорошо, прям промяли. Делается это все на сухое лицо обязательно, потому что вам будет практически невозможно эту мышцу захватить. Ну, смотрите, вот у меня сейчас, например, очень плохо, правда, берется, потому что, опять же, солнцезащитный крем у меня. Вот. Сначала мы ее промяли. Сердечки, сердечки промяли вот прям в глубину, вот прям, понимаете, на всю глубину щеки. Так сильно тоже прям сидите, и насколько у вас твердый, вы нарабатываете чувствительность пальцев, прорабатываете, ощущаете вот здесь вот все. И ищете болевые точки. Вот и больно, это индикатор. Для того, что как раз мышца сокращенная и находится в гипертонусе. Гипертонус, кстати, безумно плохая вещь, потому что кровь там не приливает. А мышца вот такая вот как бы деревянная, деревянная, становится закорузлая. И со временем она атрофируется из-за того, что там кровь не приливает и перерождается в жировую ткань. В результате, говорю, все вот это вот съезжает вниз лицо. Поэтому ее прорабатывать просто необходимо. Помним, да, где кровь, там жизнь, где живые ткани, там красота. Вот, и все. А следующий этап мы с вами качаем яблочки, чтобы... Вот, все, мы ее расслаблены. Каждый день делать... Нет, каждый день вот так вот глубоко прорабатывать, кстати, хороший вопрос. Мне задавайте обязательно вопросы, потому что я могу... Это хрустит. Вот, кстати, вот хрустит, меня это настораживает. Давайте поделикатней. А то вдруг вы там что-нибудь не то сделаете. Должно быть не хрустеть, должно быть просто больно. Ну, тоже, знаете, у всех же ткани разные. Справа нормально, слева больно тоже. Это тоже нормально. Это... Ну, гипертонус очень часто с одной стороны. У меня гипертонус с этой стороны. Здесь у меня нормальная часть тоже. Но при этом я знаю свои проблемы, да. Я как их прорабатываю, держу более-менее в равновесии. А склонность, конечно, есть. Вот мы тоже часто пишут, там, генетика, у вас генетика. Генетика – это возможность, это вероятность. Я... У меня генетика гипертонуса с этой стороны. И я ее держу в какой-то вузде. Конечно, может быть, через время у меня там это все нагонит и накроет. Но пока я держусь. Так, один раз в неделю. Правильно. Такой классный вопрос. Ой, так правильно вы сказали. Точно смотрите мои ролики. Вот это мы делаем один раз в неделю. Вы хорошо-хорошо тщательно проработали мышцу. А может, вы тоже массажист. Вот, вы тщательно-тщательно проработали. Но даже не раз в неделю, а раз в пять дней. Вот, проработали. У вас уже все выгладилось. И потом вы можете начинать подкачивать. Подкачивать яблочки. Яблочки мы качаем каждый день. Но тоже смотрите. Вот вы подкачали. Давайте покачаем. Значит, все. Вот вы расслабили. Вот эти все. Прямо глубоко-глубоко. Теперь можем качать. Качаем мы, ну, мое любимое из буквы О. Потому что тут сразу же носогубка разглаживается. Как качать из буквы О? Не знаю, как все происходит. Одна сторона лица всегда напряженная, другая расслабленная. Вы представляете, это вот у вас просто одна сторона ленивая, а вторая сторона все время работает. Гипертонус он практически у всех. И асимметрия почти у всех. И с возрастом она увеличивается, если не прорабатывать. Шаббат шалом, ты еврейка. Нет, не еврейка. Так, поехали дальше. Качаем из буквы О. Как качать из буквы О? Смотрите. Букву О делаем точно так же. Уголки вперед толкнули. И начинаем буквально на несколько миллиметриков. Только уголками губ сюда. Сколько лет вам? Вот представляете, а вы мне говорите, зря я пишу в каждом ролике, что мне 45 лет. А у меня под каждым роликом кто-нибудь да спросит все равно, сколько мне лет. И сейчас тоже спрашивает, сколько мне лет. Так, 45, да. Думаем только о скулах, только о яблочках. Работаем только уголками губ. Если так не получается. И две минуты качаем. Вот так. Важно, не работает круговая мышца. Если работает круговая мышца глаза. Держите. Очень важно, чтобы не работала вот здесь. То есть не должно быть слишком сильного движения. Смотрите, когда вот здесь работает ткань или круговая мышца глаза, это ошибка. Вот этого быть не должно. И вот этого тоже быть не должно. То есть вот здесь не работает. Работает только яблочко. Поняли разницу? Вот сейчас фиксируйте разницу. Мы сейчас подготовительное упражнение делаем. Не получается яблочки качать. Давайте. Вот так. Вот так правильно. Вот так. Когда здесь ходу дом ходит. Неправильно. А когда вот так, вообще неправильно. Просто совсем. Так. Подготовительное упражнение. Не получается у нас у девчонок. Я уже вижу. Сегодня о овале лица и подбородке не будете говорить. В принципе, то, что мы вот сейчас говорим о качании яблочек, это тоже овал лица. Потому что ткани лица поднимаются и становятся личиком более такое. Сюда. Так. Теперь подготовительное. То, что... Муж зашел в комнату, спрашивает, не нужна ли мне скорая. А у меня, кстати, Руслан очень любит, как я качаю яблочки. И он меня просит, чтобы я его научила. И я его не учу. Ну, ему тоже жутко смешно. И говорит, ну, научи меня. А ему, кстати, хорошо бы это было бы это упражнение поделать. Но я не учу. Хочу моложе выглядеть. Так, ладно. Зажали губки так. И начинаем улыбаться отсюда уголками губ. Тоже думая только о яблочках. Положите сюда ручки. Когда вы почувствовали яблочки, вы сюда разгладите. Видите, морщинки-то закладываются. В принципе, они не страшные. Это волны. Но все равно нам не надо. Поэтому давайте изолируем вот так аккуратненько. И только уголками. Но есть еще другая группа, у которой даже уголки вот так не получается поднять. Даже так. У меня вообще группа была в фитнес-клубе. Я стою. А у нас там девочки возрастные в фитнес-клубе все. Ну, в Анапе, как тут, достаточно много зимой возрастных девочек. И они начали делать... Я вообще говорю, вот так встаньте. Я уже говорю, ну, давайте просто в улыбке. И знаете, что многие даже не могли просто улыбаться вот так равномерно. У многих одна губа шла, вторая не шла. И все. И поэтому давайте. У меня всегда глаза переучаствуют, перепуганные. Вы с Анапы? Да, я сейчас живу в Анапе. Приходите ко мне в Сиротонин, если вы в Анапе. А если вы в Анапе, приходите на Филичиту. У нас в пятницу вечеринка. Я там буду преподавать фейс-фитнес. От Сиротонина, в Филичита, есть такой премиальный пляж в Анапе. И они спартнерятся с Сиротонином, фитнес-клубом, где я работаю. И мы будем там делать вечеринку на пляже, на песке танцевать. И там будут занятия, йога, фасциальный релиз и фейс-фитнес, собственно. Так что приходите в Анапу. Так, поехали дальше. Если сейчас у вас не поднимается одна сторона, вы помогайте пальчиками. Это всё равно, что после инсульта, знаете, людям помогают руками работать, вот так, да? Какие-то аппараты, там роботы есть. И здесь то же самое. Нам главное пробудить нервный импульс здесь. Поэтому можно прям руками поработать за мышцу для того, чтобы нейронные пробудить связи. А потом, скажите, можно ли массаж делать с витамином Е? Летом на солнце не надо. Витамин Е термотоксичный. И на ночь можно, на ночь, но утром его обязательно смыть. На солнце не выходите с витамином Е. При качании ушей двигаются, нет, при качании яблочек уши двигаются нормально, но уши вам помогают. Вам надо научиться работать изолировано. Точно так же, как в фитнес-клубе. Мы должны заставить иногда работать определённые мышцы. Так и здесь. То у вас уши, вот эти вот мышцы просто работают за скуловую. Постепенно получится. Так, подскажите, пожалуйста, упражнения от носогубных складок. Вот мы как раз это и учим. Так, поехали дальше. В общем, яблочки мы накачали. Начинайте всегда с меньшего к большему. И смотрите, как реагируют ваши ткани. Как реагируют ваши ткани? Я уже отвлекаюсь на вопрос. Ладно, сейчас отвечу. Подскажите ли, можно ли перетирать щёчки, если на щёчках комочки большие. Нужно? Это же вот, особенно вот где вот комки биша обычно. Идите на разную высоту, на разную глубину. И перетирайте. И прям, знаете, иногда они болезненные, они размягчаются. И прям намного... Знаете, тоже недавно смотрю, а у меня вот здесь комок биша, прям у меня худые щёчки, да? И получается, вот здесь прям аж уже торчит. Я его перетёрла, вот разровнялся. А то был такой некрасивый вал лица здесь торчал. Так что... И выше комочки все можно. Не должно быть ни одной болевой точки. Должно быть всё равномерное. Ткани должны быть очень мягкие, очень пластичные, очень такие неболезненные. И равномерные. Вот вы попробуйте у детей, у них нет никаких комочков. Правда, попробуйте ребёнка, у них нет, у них вот равномерненько всё. Мы должны приблизить, сделать детское лицо. Так. Всё. Следующая у нас губка. Вот здесь. Здесь это напряжение жевательных мышц, да? Жевательные расслаблять. Сегодня мы сильно их прям расслаблять не будем. Но нам надо, во-первых, они ходят в гипертонус. Вот здесь вот укорачиваются, сюда уводят ткани. И вот у вас вот носогубка. Потому что они здесь перенапряжённые. Вся подкожно-жировая клетчатка уходит сюда и здесь свисает брыльками. И вот вам и кисетные морщины, и брыли, и вот здесь морщинки. Поэтому вообще скелетные, это скелетные мышцы сильнейшие. Поэтому мы их расслабляем. Вот я люблю крючочками очень. И назад. Блин, у меня просто, видите, у меня ещё локоть болеет. Я как бы, да, их немножечко назад отодвигаем к местам крепления. И тоже вот когда мы делаем раз в пять дней массаж. То есть вот здесь скуловую проработали. И здесь очень хорошо валик отводить сюда. Прямо так вот берёте среднюю часть, подкожно-жировую клетчатку. И сюда вот так вот раз, лечко разровняли. Но это раз в пять дней тоже, очень аккуратненько. Тоже сильно много не надо пережить подкожно-жировую клетчатку. Я вот себя, наверное, пережгу со всеми, потому что я много тренирую. Так, всё, это сделали. Следующее у нас движение тоже раз в пять дней мы его делаем. Здесь у нас, я не знаю, я вас не запутала тем, что раз в пять дней. В общем, фейс-фитнес упражнения мы можем делать пять раз в неделю. Обязательно два раза в неделю выходной. А вот массажные движения, все массажные на лицо, всё-таки раз в пять дней. Глубокое воздействие и омоложение идёт в течение пяти дней после массажа. Вот, а фейс-фитнес, такая приятная женщина, молодец, спасибо большое. Привет из Румынии, я вас обожаю, комплиментов. И я вот прям спасибо большое, мне вообще так важно. У меня, кстати, знаете что, у меня в ТикТоке пропали хейтеры. Ну, не знаю почему, я думаю, что меня просто в рекомендации уже не ставят. Ну, как-то раньше было так много хейтеров. Или сейчас, знаете что, или сейчас ещё алгоритм ТикТока поменялся, мне кажется, и стали показывать более целевой аудитории. Раньше же у меня были хейтеры вообще такие, знаете, такая какая-то ерунда. Ерунду там писали, они полюбили вас, не знаю, может, привыкли действительно просто. Раньше там были, например, там говоришь, там вот здесь в тренингной мышце, а тебе там пишут, что у тебя там зубы кривые, там знаете, ну что-то такое. А сейчас даже вот если и спорят, то по делу, например, там девочки вкалите ботокс. Ну, как бы, ну это не хейтеры, это они высказывают свою точку зрения по теме. А хейтеры ж были вообще не по теме первое время. Вот, ладно, вы в реку, ну спасибо. Привет в Омску, вы супер, всё, ну круто, вообще, надо чаще в эфир выходить. А то я тут страдаю, ну в смысле, я тут переживаю, что я поправилась же. Да, стало мало видео в ТикТоке, да. Ну, я стала реже действительно с ним снимать. Ладно, поехали дальше. Значит, вот тоже раз в пять дней ищем Модиолус. Вот здесь сухожилия, тоже очень серьёзно прошу к этому отнестись, к этому сухожилию. Вот сюда схватили. И вот, видите, такой, там выпрыгивает такая твёрденькая верёвка. Вот это вот и есть Модиолус. И я вам хочу сказать, что я делала массажики, я делала массаж, причём своей маме, которая, сколько ей, 70, наверное, лет, или сколько? Я чуть забыла, надо посчитать. Я уже теряюсь в годах, сколько лет, время так бежит. Вот у неё, кстати, и вообще делала девочкам возрастным. И вот так вот им берёшь, у них слёзы из глаз. Оторвать невозможно. Прям залипает здесь всё деревянное. А должно утрываться, и оно должно быть тоже, вот шарик внутри. Это тоже вот гипертонус. Там не шарик, там вот как верёвка вот этот вот сухожилие есть. Вот его тоже надо размягчать. Причём оно в стрессах очень перенапрягается. Вообще в стрессах прям как верёвки тянут. И вот тоже вот отсюда вот эта вот носогубка. Прям надо его вот так вот берём и... Посмотри, как бы. Угу. Через, через, через. С одной стороны, с другой. Это тоже раз в пять дней. С другой стороны. Очень приятно, рот прям расслабляется сразу. Так, всё, поехали. Теперь вот здесь. Следующие, да, кисетные морщинки. Шарик какой-то. Вот говорю, ну, если шарик, это прям такой гипертонус-гипертонус. А вообще должна быть верёвочка. Со скольки можно делать упражнения? Смотрите, сколько вам лет, сразу скажите. Значит, я бы не делала, не лазила бы совсем, ну, глубоко, смотря какое. Если, например, есть напряжение какой-то с речью, то, может быть, здесь зажато. Ну, это к логопеду. Логопедические массажи, они, в принципе, там есть, они подобные. Вот, 13, 13 я бы всё-таки не лазила. 13 я бы всё-таки, да, глубоко в мышцы всё-таки ходила бы на профессиональный массаж. Вот говорю, если вот здесь зажато, здесь, скорее всего, к логопеду. Вот логопедический массаж, вот такой вот, там есть, но лучше вот всё-таки ребёнку я бы боялась испортить. Ребёнку я бы следила больше за осанкой, да, за осанкой, за плечами, и чтобы жевательные не перенапрягались. Ну, надо смотреть, конечно, по необходимости. А так вообще, ну, ну, вот с 18 лет уже это, конечно, тут можно просматривать. Смотря какая. 18, ой, ну, 20 лет вообще уже можно. Над бровями, как избегаем. Так, давайте сейчас закончим сжевать с носогубкой. Просто про брови спрашиваю. Так, вот здесь вот дальше кисетные морщины. Кисетные морщины, ну, во-первых, кисетные нам надо обязательно качать мышцу леватор, да, так называемый. Леватор – это скуловую связь, скуловую, большую скуловую. А у нас ещё есть депрессоры, а депрессоры мы расслабляем. Здесь такие коротенькие, сильнейшие, широкие мышцы. То есть, если мышца леватор, которая здесь держит, тоненькая и длинненькая, она более слабенькая. А вот здесь-то мышцы депрессоры сильнейшие, и они уголок губы вниз тянут. А так как мы ещё в жизни много горести происходит, то вот эти вот положения, они даром не проходят. Обязательно надо над собой, ну, конечно, духовно работать. Вот их мы расслабляем так, тоже раз в 5 дней, смотрите. Потом ещё хорошо вот здесь вот скуловую. Подбородочная связка, её расслабляем вот здесь так. Тоже. А кость во время умывания, во время мыльного массажа очень хорошо, нанесения крема или просто произвольно. Можно каждый, вот так вот можно каждый день прям вычерчиваем овал лица. Можно так. Те, у кого здесь прям такое, ну, как более слабые ткани, и когда вот вы ведёте, они прям все сминаются, вы можете делать вот это частями. И сюда довести, вычерчивать овал лица. Вот. Ну, в общем-то, всё. Мы с вами прошли всю носогубку. Ну, депрессоры, они ещё и из-за того, что жевательные мышцы перенапряжённые. Опять же говорю, вот здесь вот щека просто нависает. А, чуть не забыла. Чуть не забыла. Не всё мы с вами прошли. Мы с вами не подкачали щёчную мышцу. Качание, видов качания щёчной мышцы, тоже она должна быть в тонусе, не висеть, щёки держать, каркас ткани держать. И для того, чтобы их держать хорошо, ну, есть, я сейчас вам покажу два упражнения. Я очень люблю сосательные. Надо сосать. Да, хорошо сосать палец, моё любимое упражнение. У меня, как я его первый раз издала, меня тикток забанил его. Лет раз 10-20. Вот это упражнение. И ещё можно пальцы в рот, крючочками, чтобы щёчками их толкать. Но это уже для продвинутых. И круговая мышца здесь не должна помогать, потому что иначе вы все морщины наделаете, следите за собой. Вот, всё, пожалуй, про носогубку. Здесь расслабляем мышцы вокруг носа, расслабляем большую скуловую, расслабляем модиолус и заодно ведём... Кстати, по щёчной мышце тоже шла бы пройтись точно так же глубоко. Расслабили. Расслабляем жевательное, расслабляем мышцы депрессоры. И валик катаем. Это всё массаж раз в 5 дней. Подкачиваем правильно яблочки. Подкачиваем щёчки. И всё. И всё на данный момент, да? Можно щёчки разными способами. Вот. И прорабатываем жевательными. Я надеюсь, что всем всё понятно. Я никого не запутала, и кто-то что-то подчеркнул. Добрый день. Межбровные уже образовалась. Глубокая складка. Реально разгладится. Смотри, какая глубокая. Бывает так, что... Я сейчас не получается яблочки катать. Мы здесь подробно разобрали. И сейчас у многих даже получилось. Прямо во время эфира. Я сейчас попытаюсь сохранить этот эфир и залить на YouTube. Вы зайдите на YouTube ко мне. И надеюсь, он там появится и посмотрите. Это уж получится. Так. Чего-чего-чего-чего? Межбровка. Межбровка, она расслабляется вот только массажем. Массаж простой. Попробуйте треугольнички клеить, которые я там в ТикТоке издала в ролике. Мышца была. Массажировали так, что появился гной. Девочка ходила на массаж. Межбровная мышца была. Массажировали. Морщиновала. Слушайте, ну я вообще очень удивлена тому. Где искать на YouTube? В шапке профиля. Слушайте, ну я даже не знаю, как можно так массировать, чтобы гной появился. В принципе, ну скорее всего у нее там была очень сильная зажатость. И массажистка пыталась хоть как-то туда пробиться. Вот. Потому что здесь же мы никаких повреждений не делаем. А, может быть у нее такая водянистая, водянистый отек стал. Когда очень-очень сильно зажатые ткани. Вот я, кстати, противница таких методов очень резких. Когда прям захватывают и здесь вот прям мышцы отрывают. Я все-таки за то, чтобы постепенно. Поэтому промассажируйте. Всегда, я говорю, деликатно, бережно к себе. От меньшего усилия к большему. Всегда где-то на 30% от возможных 100 усилий. И потихонечку прорабатывайте. Крючочками растягивайте. И вот треугольнички вот эти хорошо очень. Еще бывает, еще хорошо снимает вакуумная баночка. Тут, смотря какой, очень часто, очень часто бывает уже мышцы превратились в рубцовую ткань. Их тоже надо оживлять. А бывает еще лоб отечный. Очень много причин. При фейсбилдинге, массаже, боюсь, что растянется кожа лица. В каких случаях действительно растягивается. Растягивается кожа действительно при отеках. Вот когда люди отечные. Отекает изнутри. Постоянно там межклеточная жидкость стоит. Вот тогда растягивается. Так интересна такая логика. Причем, знаете, что самое интересное? Мне тоже говорят, кожа от массажа растянется. Это то, что мне пишут иногда. Идите колоть филеры. От филеров не растянется. От филеров как раз-таки кожа вообще растянется. И филеры тут колят. Сейчас потом уже еще не колят. Ладно. Так. Смотрите. Если бы кожа растягивалась только от фейс-фитнеса и от массажа, то все бы наши мамы и бабушки ходили с идеальными лицами. Вот они-то лицо не трогали. А что, откуда тогда у них? Все. Вот. Ну, мы же делаем аккуратно. Надо, конечно, обязательно аккуратность соблюдать. Не лозить кожу, не тянуть. Соблюдать меры предрасположенности. Мы, да, вот мы взяли, перетираем. Мы не оттягиваем кожу, не собираем морщины. Все очень деликатно. И все получится. Ну, в любом случае, надо... Господи, надо, конечно, пробовать. Так, это не я сделала. Как относитесь к терсенвалю? Положительно, конечно. Как под одним глазом убрать отек? Так, давайте я... Отеки надо убирать. Смотрите. Давайте, я уже пошла, потому что у меня учеба. Мне надо очень много учить. Я боюсь, что я не сдам экзамен. Это не я. Я тут вот тут фильтры какие-то двигаются сами. Я не знаю. Я уже говорю, это не я. Это я вот трогаю, и они сами включаются. Не знаю, почему. Так, отечность надо снимать, в принципе, ее надо следить за водно-солевым обменом. И шейку надо обязательно-обязательно разблокировать, потому что когда задние мышцы шеи перенапряжены, отечности быть, потому что кровь не приходит к мышцам лица. Еще мышцы лица, они как насосы действуют и забирают из тканей межклеточную жидкость и возвращают ее в кровеносное русло. Потому что межклеточная жидкость, она должна вернуться в кровеносное русло, либо выйти. И этим всем за все это отвечают мышцы. Мышцы должны работать. А если они спазмированы и в таком вот зале же там лежат, то, конечно, ничего не работает. Так что вот, работать над собой надо. И расслабляться еще. Надо тоже не зажимать свои прекрасные мышцы. Так, все, я ушла. Я пошла. Про углеводы. Это углеводов излишек. Излишек, может быть. Можно ли на жбровку прищепку прицеплять? Нет, не надо. Это фантазия, конечно. Скорее не углеводы, а излишек соли. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok